Воскресная школа при храме всех святых Отец Александр Отец Александр, я когда слышу словосочетание «воскресная школа», сразу вспоминаю главу из Тома Сойера. Вы тоже, наверное, читали эту замечательную книгу, где он хитростью получил Библию, не выучив при этом ни одного стиха. Ну, конечно, это американские примеры и пример из довольно давних времен, который, скорее всего, мало похож на ту воскресную школу, которая есть и работает в нашем городе. Расскажите, пожалуйста, что это вообще за организация, за заведение «Воскресная школа при храме всех святых»? Ну, может быть, мы и близки к истории Тома Сойера, потому что те школы, которые сейчас есть, называемые «воскресные школы», прародителями этих школ, скорее всего, были церковно-присходские школы, которые массово стали организовываться в XIX веке. И суть была в том, чтобы усилиями образованных грамотных священников, церковно-служителей, которые по определению должны были быть грамотными, поднимать уровень грамотности населения. И вот при храмах организовывались церковно-приходские школы, где помимо Закона Божьего изучались и предметы, типа арифметики, истории, еще какие-то предметы, там разные были ступени, усилиями церковного притчата. В советское время, после революции, все образование перешло в руки государства. Государство стало атеистическим, поэтому занятия при храмах практически стали невозможными. Но в 90-е годы, когда началось возрождение духовной жизни, когда стали массово открываться храмы, народ пошел в храмы, стала проблема в том, чтобы народ узнал свою веру, чтобы эта вера была осознанная. И поскольку тогда не было достаточной массы литературы, не было православных передач, была ограниченная церковная печать, периодика, то есть это все только начиналось и возрождалось, поэтому стала такая форма востребована, как воскресная школа при приходе или при храме, где священник, либо его помощники, грамотные образованные православные прихожане, занимались бы с детьми и занимались бы со взрослыми, которые желали узнать основу православной веры. Вот эта форма занятий, поскольку она в основном была в воскресенье, когда дети свободны от школы, когда люди не идут на работу, поэтому эта форма стала воскресной школой при храме или на приходе. У нас в школах где-то... Я-то пришел в 93-м году, до этого она тоже существовала, существовала даже... Я знаю, что наши дети ездили в Дивеево туда, там занимались, а вот когда был освящен храм всех святых, при храме всех святых, вот в 93-м году тоже была образована воскресная школа, где занимались дети утром, вот в основном после литургии и вечером занимались взрослые. Вот усилиями духовенства, усилиями грамотных прихожан, образованных прихожан, вот происходило такое, сказать, посвящение или наставление в основах православной веры для детей и для взрослых. Те семьи, которые посещают храмы, те семьи, которые заинтересованы в том, чтобы дети воспитывались в православии, чтобы детям передавались эти знания, вот они приводят своих чат в воскресную школу при храме, где происходит занятие с этими детьми. То есть, трансформировалось. Раньше это была такая благотворительная организация, ну почти НКВ, которая занималась образованием. Видимо, тех ребят, которые просто не могли пойти в школу, они работали в это время. Нет, вы имеете в виду дореволюции? Да, да, да. Ну да, в деревне какое-то образование. Там школ-то не было. Затем, да, уже появилась система школ, людям начали давать централизованное образование, и воскресные школы трансформировались, перейдя на такую духовную составляющую. Ну, в основном, да, в основном, там, сказать, основа православной веры. Вот, священное писание, там, закон Божий, вот, может быть, церковная история, церковное пение, церковно-славянский язык. То есть, чтобы дети, чтобы прихожане, чтобы семьи постигали то, что происходит в храме, вот чему учит церковь. То есть, это вот, ну да. Не просто там как-то по наитию, да, перекреститься, голову платочком вязать, если ты девочка, в алтарь не заходить. Нет, ну все нуждаются в знаниях. Просто кто-то готов тратить на это силы, кто-то не готов. Вот, кто-то созрел, кто-то не созрел. Вот, ну вот, кому это надо, необходимо, оно существует. Отец Александр, а какие основы православной культуры вы объясняете ребятам, которые приходят к вам на занятия? Вот, что необходимо знать в первую очередь? Ну вот, в первую очередь, так называемый закон Божий, да, который у нас подразумевает две составляющих. Вот, он, так сказать, то, что мы проводим как бы в кабинете, в классе, занимаемся с детьми. И второй составляющий, часть этого предмета, это так называемое введение в храм. Вот, потому что храм-то есть, люди заходят, платочки повязывают, но, как показывает опыт, для большинства и сейчас людей большая проблема переступить порог. Люди, порог храма, потому что люди смущаются, как я себя буду вести, там, сделают мне замечание, не сделают, куда я встану, куда я пойду. Вот, у детей та же самая проблема. Поэтому, например, эти занятия проводятся в храме, педагог там или священник, вот, собираемся в храме и начинаем, так сказать, смотреть и знакомиться, да, что там, вот, иконостас, алтарь, облачение священников, какие службы происходят, какие здесь у нас есть иконы, главные иконы, да, там, или вот значимые иконы в храме, вот, какие бывают церковные праздники, то есть, чтобы ребенок сам вот прошел ногами, сам себя ощутил в этом пространстве, вот, чтобы ребенку не было там страшно и непонятно. А вот, когда мы занимаемся в классе, например, по закону Божьему, это уже классическая программа, дореволюционная программа по закону Божьему, где от ветхозаветных сюжетов, вот, мы идем к новому завету, где, так сказать, изучаем церковные праздники, состав богослужения, там, ну и так далее. То есть, ну, опять же, то, что происходит в храме, чтобы ребенок понимал, вот, суть наших молитв, суть вот тех священодействий, которые там производятся, чтобы он в это все вошел, вник, вот, стал родным и понятным. Ну, чтобы это для него была какая-то осмысленная процедура, он понимал, что делает. Конечно, 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 чтобы, ну, с детства, сказать, человек приучался. Соответственно, вот, в 90-е годы было такое движение, что через детей приходили взрослые, то есть, дети приходили все равно домой, делали какие-то домашние задания, вот, надо было какие-то учебники, вот, родители вовлекались в праздники, которые были, вот, в воскресной школе, там, Рождество, Пасха, и, соответственно, родители тоже учились и приходили в храмы. Ну, вот, то есть, дети приводили родителей. Такая среда появлялась. Да, да, да. Сейчас, ну, вот, этот поток немножко стал поменьше. И если у нас раньше была воскресная школа одна в городе, там было, там, 120 человек, то есть, списочный состав, там, ну, вот такой большой был, вот, то сейчас у нас воскресная школа или воскресные группы, так называемая уже, другая, так сказать, структура, они при всех храмах, и храм Иова, вот, храм сарственных страстотерпцев, храм всех святых, соответственно, группы немножко уменьшаются. Ну, это и правильно, наверное? Ну, ну, в принципе, да, то есть, то есть, общее количество может быть одинаковое, да, то есть, оно разошлось. Вот, ну, и сейчас другой запрос у родителей. Сейчас дети, школьники, они очень загружены основной программой. То есть, это помимо, там, домашних заданий, помимо, сказать, учебы, куча конкурсов, куча проектов. Репетиторы, музыкальная, художественная школа, кружки, секции. Да, кружки и секции. Вот, просто сказать, ребенку выбраться в воскресный день очень трудно. Поэтому вот это вот звено школьное, среднее, оно выпадает. Но оно восполняется молодыми родителями, у которых дети еще вот детсадовского возраста. И таких приводят? Да, у нас как раз вот эти группы при храме и у многострадального, и при храме царственных старстотерпцев, основная масса детей, это вот дети до школьного возраста. Они рано в таком вот юном возрасте еще объясняют? Люди способны воспринять? А там не объясняют. То есть, там педагоги, так сказать, основной костяк педагогов, это педагоги детских садов. То есть, те, которые сами знают. И, соответственно, программа, она упрощена и приспособлена для детей. Это музыкальные какие-то занятия, это какие-то, там сказать, через рисование, через поделки, вот, через какие-то представления, то есть, вот к праздникам, там, через какие-то, так сказать, массовые такие вот мероприятия. Ну, это именно детсадовская программа. Такой же детский сад, но при храме, воскресного дня. Да, воскресного дня. Для родителей это, так сказать, очень востребовано, потому что ребенок не загружен домашними заданиями, как бы сказали, репетиторами, секциями. А особенно, если это первый ребенок, родители его над ним благоговеют, стараются, как они говорят, привести под защиту Бога. Поэтому вот эта категория детей наполняет сейчас воскресные школы. Ну, можно с другой стороны, да, привести в воскресенье самому, там, два часа где-то с супругой походить. Да, даже меньше там бывает, потому что у детей меньше занятий дошкольного возраста, у них нет там двух часов. А у вас, кстати, в воскресной школе занятия сколько идут по времени? Мы тоже делаем максимально сокращенное занятие, то есть у нас урок укороченный, там, 35 минут мы делаем, вот, и делаем 2-3 урока. То есть, какой-то вот там предметный урок, например, там, закон Божий, там, или, так сказать, священное писание, вот, музыкальное занятие и изобразительное, так сказать, искусство. То есть, чтобы дети руками поработали, порисовали, полепили. А, кстати, по поводу творческой составляющей, они что конкретно делают? Ну, у нас вот замечательные педагоги, вот, художники, Галина Ивановна Чапай, вот, она преподает и в художественной школе, так сказать, очень опытная и, так сказать, творческий человек, то есть они с детьми в разных техниках делают рисунки, вот, делают какие-то вот композиции. На библейские темы, да? Не обязательно, то есть природа, храм, вот, тематические какие-то, вот, так сказать, вещи, то есть, которые по духовному содержанию, как бы, соответствуют нашей вере, вот, и интересны детям. То есть, там совершенно разные техники исполнения. Раньше, вот, была ее дочь, помогала тоже, сейчас она художник, работает художником в православной гимназии, вот, они делали мультфильм, если вы, например, знаете, да, вот, первоначальник. Да, конечно. Саруский, который вот по гранту сделал, сейчас они этот грант продолжают совместно с, там, с мультипликационной студией, усилиями учеников, вот, то есть, такое получилось. Она начинала работать здесь, с мамой, в воскресной школе, перешла в гимназию, вот, у нее уже такой уровень. А воскресная школа, она со временем как-то меняется, потому что все равно есть запросы родителей, есть запросы детей, в конце концов, они тоже, наверное, с чем-то приходят, что-то предлагают. Ну, меняется, да, но, скорее всего, не запросы родителей, хотя мы с родителями проводим родительские собрания и опросы, инкетирования, вот, и стараемся корректировать то, что, вот, для родителей становится более главным. Вот, но, скорее всего, меняется, исходя из нашего опыта. То есть, мы видим, что детям более, так сказать, подходит, что им больше нравится, что они могут применить в жизни или каков их уровень. Вот, то есть, у нас такая программа, она не то, что там жесткая, как в школе, да, вот, от и до, там, сдай экзамены и получи оценку. Нет, это вариативное, вот, есть какой-то, сказать, да, есть программа, основные какие-то требования, но, насколько это реализуется, это зависит от того, насколько воспринимают дети. Поэтому мы и, так сказать, наша учеба наполнена чем? Так сказать, у нас есть паломнические поездки, вот, так сказать, есть там походы, вот, есть экскурсии, да, какие-то, вот, там, по монастырю, там, на пустынку, какие-то, вот, там, сказать, праздники массовые, где мы, когда мы на улице, например, устраиваем игры, конкурсы. То есть, главный приоритет у нас в воскресной школе, это все-таки воспитание ребенка, то есть, духовное воспитание в основе прославных традиций. Воспитание, оно же не нравоучение, да, не по учебнику, а мы пытаемся передать детям образ жизни в православной церкви. То есть, это, прежде всего, пример педагогов, пример священника, который там работает, вот, и приобщение к нашей духовной традиции через богослужение, ну, и разные, вот, так сказать, наши, вот, мероприятия, которые есть в воскресной школе. Отец Александр, вы сказали про воспитание детей в духе православной традиции. А вы, как считаете, вот, основные черты этой православной традиции, они в чем заключаются? Ну, вопрос, как бы, и сложный, и простой. Какие ценности, вот, ребятам прививают, что они должны ставить в своей жизни на первое место? Чем руководствоваться? Первое, ну, мы детям не можем объяснить какие-то, вот, высшие ценности, да, например. Ну, 10 заповедей, самый простой, понятный пример. Нет, 10 заповедей, ну, понимаете, нет, вот, немножко, говорю, трудно отвечать. Дело в том, что, ведь, например, ну, вот, я не знаю, кто сейчас нас будет смотреть, да, то есть аудитория светская, и настолько, вот, христианские ценности, христианство вошло в нашу культуру современную, да, вот, даже незаметно. И большинство людей, например, да, они говорят, я и так, там, вот, никого не убиваю, там, я, так сказать, у меня совесть, живу по совести, да, никого не обманываю, там, сказать, у меня крепкая семья, там, зачем мне еще церковь, и зачем мне, там, Евангелие и Библия, вот, что мне, они могут еще мне дать, а вот как раз они это дали тебе. То есть ты живешь в той стране, где уважают личность, да, там, где есть ценности, там, самопожертвования, да, где есть ценности верности, там, да, вот, ответственности, и так далее, и так далее. Поэтому... Вы имеете в виду, эта среда была сформирована православной традицией во многом? Конечно, потому что до сих пор есть, ну, если мы, то есть племена, где живут, так сказать, по другим законам, да, есть страны, где действуют совсем другие законы, есть страны, где мы приедем, и там, может быть, совсем по-другому. Ну, христианство не только в стране, у нас в стране, правильно, все-таки христианство, оно повлияло на культуру, на все, на науку. Конечно. Вот, если мы будем разбираться. Вот, поэтому, что особенного мы преподаем детям? Конечно, мы же пытаемся рассказать о главном евангельском законе. Главный евангельский закон — это закон любви. Вот, образец этой любви — это Иисус Христос, который предал себя за грешных людей, дабы им даровать вечную жизнь и спасение, даровать вечное блаженство. Отсюда мы учим детей и смирению, и терпению, да, и чтобы они не предавали, вот, чтобы они были верны Богу, родителям, друзьям, Христу, правильно ведь? Вот, и этот образец у них был бы главный в жизни, да, Христос. Образец любви, вот, образец жертвенного служения ближнему. Ну, вот, это самое главное. А дальше уже преломляется как-то вот на семейные отношения, на товарищеские отношения, вот. И самое главное, говорю, это пример, вот, вот наша жизнь в церкви, вот наша жизнь во Христе, вот пусть они это все видят и выбирают, смотрят. Смогут они это впитать, и это понравится им, пойдут они дальше, да, хорошо. Не смогут они с семьей этого, не будет для них это актуально. Ну, что ж, они, так сказать, кто-то отходит, да, кто-то вот откладывает, как бы, этот опыт, но все равно, мне кажется, этот свет, он остается всегда. Стараетесь заложить зерно в каждого? Ну, стараемся. Отец Александр, а вот, смотрите, я так понимаю, уже 26 лет существует школа, да? Ну, если с 93-го будем считать, наверное, да. Получается, то есть, те первые ребята, которые пришли, это уже взрослые, состоявшиеся люди. Вы с ними поддерживаете отношения? Что с ними стало? Как на них повлияло вот это образование? Ну, знаете как, вот самый костяк воскресной школы, это, конечно, те дети, которые, так сказать, воспитываются в семье, которая связана с храмом. И вот множество этих детей, они не потерялись. Вот те, кто, так сказать, твердая православная семья, вот, кто-то стал священниками, вот, кто-то стал, так сказать, женой священника, вот, кто-то сейчас у нас в храме там трудится, например, вот, поет на клиросе, да, регент, то есть, участвует в богослужении. Кто-то уже приводит своих детей, кто-то вот встречается, приводит, например, детей покрестить. Вот, иногда студенты вот появляются, да, которые где-то учатся, вот они приехали, вот, на исповедь с ними побеседуешь и думаешь, ну, как же так вот, там, год-два позанимались, а у человека вот такой, как бы сказать, получилось твердый внутренний стержень, да, человек, вот, он православный, верующий. И это ему помогает. И пошел по жизни дальше. Ну, помогает, ну, человек, это человек, это его мировоззрение, это образ жизни его. Ну, понимаете, многие люди, они все равно воспринимают веру как систему запретов. Ну, как уж получается. К сожалению, да. Это, наверное, неправильно. Ну, конечно, неправильно. Вот, я же, Христос говорит о главном, о законе любви. Вот, вот к чему мы должны прийти. Любить Бога, любить ближнего. Вот и весь закон в двух заповедь, да. Но, понимаете, в чем проблема? Когда человек приходит к вере, да, он каким образом приходит к вере? Первая ступень, да, вот, когда мы спрашиваем, для чего вы креститесь? Человек говорит, ну, или крестите детей, чтобы Бог защищал детей, чтобы Бог нам помогал. То есть, человек приходит к Богу, чтобы Бог помогал. А дальше, так сказать, действует такая, так сказать, логическая, так сказать, ступень, да. Чтобы Бог помогал, я должен ему что-то дать, да, там, и чего-то не делать. То есть, я должен быть хорошим, так сказать, хорошим человеком в лице, так сказать, Божьим. То есть, я должен вот это делать, свечку ставить, да, а вот это стараться не делать. Вот, и вот все взаимоотношения. И, бывает, люди ходят годами в церковь, годами, так сказать, участвуют в богослужении, как бы, так сказать, ну, вот в православной жизни, а Евангелие они не читали. И когда даже спрашиваешь, ну, какая самая первая и самая главная заповедь, человек начинает теряться, не убей. Это заповедь еще там из закона Моисея, да, из Ветхого Завета. Ну, да, не убей, а Христос-то что, почему Христос принес завет, который называется новый, в отличие от Ветхого, да, вот, в чем эта новизна? Для многих людей в церкви даже, говорю, которые ходят несколько лет, даже, так сказать, может быть, всю жизнь, это вопрос, на который не могут ответить. А когда человек приходит в церковь, и вот первая ступень его образования, это воскресная школа, да, вот, вот здесь, как бы, человек должен понимать, ну, о чем речь-то, и мы пытаемся это сделать, вот, пытаемся научить, открыть, и со взрослыми мы тоже занимаемся, у нас же есть и воскресная школа, как бы, для взрослых, она называется, там, катехизаторские курсы, да, вот, вот, и там тоже мы пытаемся это донести. Ну, чтобы человек не потерялся как-то сам. Да, то есть вот этот процесс, это процесс долгий, и процесс, который требует от человека усилия. Легче, конечно, перекрестить лоб, поставить свечку и ждать, что вот там, Бог должен тебе что-то сделать. Это же каким-то язычеством попахивает. Ну, к сожалению, в принципе, да, вот, вот, мы это наблюдаем, к сожалению. Вот с этим, не то, что боремся, а, как бы, сказать, ну, вот, стремимся просвещать людей, вести. И первая ступень, как вы сказали, это воскресная школа. Да. Отец Александр, занятие проходит в течение учебного года? Да. Ну, вот, говорю, что мы начинаем в сентябре с новолетия, с 14 сентября обычно, или вот ближайший воскресный день к этому дню, и стараемся, ну, в принципе, сказать, к Пасхе закончить. Потому что, так сказать, во-первых, там начинается уже трудное время для школьников, потому что у них контрольные, там, экзамены, ГИА, вот и все прочее. Уже начинаются такие дни теплые, когда трудно уже усидеть, так сказать, тем более еще воскресенье посвятить. Поэтому мы учебный процесс стараемся к Пасхе завершить, а после Пасхи у нас уже остаются такие мероприятия, там, как там, так сказать, поход там, или экскурсия, или паломничество. Такие радостные события. Ну, да, вот чисто уже, так сказать, на природе, там, какие-то на улице, да, какие-то вот такие мероприятия, чтобы они не были обременительными. А на сколько рассчитана программа обучения? Лет. Вот, ну, смотрите, у нас, например, три года дети могут заниматься, а потом переходит, при школе есть подростковая группа Витязи, вот, то есть там подростки занимаются. Поэтому, в принципе, там можно учиться до, не бесконечности, но до 11 класса, пожалуйста. А какой-то предельный возраст приема у вас есть? Ну, мы ограничиваемся с школьным возрастом. Ну, то есть, там, 16-17 лет. Да, школьный возраст, да. Витязи продолжают традиции образования, или у них уже немного другая работа идет? Ну, Витязи — это так называемая национальная организация Витязи, но у них есть своя программа, которая тоже подразумевает освоение основ православия и истории, ну, и вот их, как бы сказать, деятельность в рамках организации. Вот, поэтому, когда человек попадает туда из воскресной школы, он имеет уже некую базу, образовательную базу, которая может там, в этой организации развиваться. Отец Александр, наверное, последний вопрос. Как туда можно привезти ребят, и когда не поздно это сделать? Ну, вот, даже если у нас воскресная школа в нашем храме всех святых начнет работу 15 сентября, вот, то в течение сентября-октября наши двери открыты, все желающие могут прийти. Сделать это очень просто. На всех храмах висит объявление о наборе воскресной школы. Просто, так сказать, надо на доске объявлений это увидеть, наш буклетик. И там два телефона, вот, по которым можно позвонить, там, и, так сказать, оставить свои координаты для связи. Либо зайти в храм, тоже в любом храме, в том числе в храме всех святых, есть за ящиком у продавцов анкета. Там заполняете, оставляете телефон, и вас собирают в определенное время, да, для того, чтобы, так сказать, начать учиться, начать занятия. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с директором и духовником воскресной школы при храме всех святых, отцом Александром. Отец Александр, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. До свидания. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова